Феррари снова перевернули игру. Редми Бук 14 говно. Тысячу лошадиных сил. Потому что это два гаджета абсолютно из разных миров. Нахрена он нужен? Представили самый быстрый поезд на земле. Видео не содержат рекламной интеграции. Не содержат. К вам подходит какой-то ашот на улице и говорит, эй, брат, что-то там хочет тебе сказать. Ссылка на ге-каталог. А не. Эмэш Продакшн представляет. Шалом, братья-казаки. На связи Мыш Продакшн в эфире Мыш Ньюс. Я Метютка, вот Гришутка. И добро пожаловать в четвертый или пятый? Четвертый или пятый? В самый лучший. Самый просто, самый лучший эпизод Мыш Ньюс. Просто потому что я так захотел. И наши инстаграмы по ссылке в описании. Просто так. А сегодня на повестке дня у нас новейший гиперкар от Феррари. SF90 страдали. Redmi Book 14. Наушники Bose Noise Cancelling Headphones 700. Самый быстрый поезд в мире. И iPod Touch 2019 год edition. Но ровно перед тем, как мы начнем, вот надо положить вот тот телефон на бесправную зарядку. На котором сейчас 51%. Да. В конце выпуска узнайте, зачем мы это сделали. Пошла зарядка. Да, пошла. Все, в конце выпуска узнайте, нафига мы это сделали. Феррари снова перевернули игру и представили свое среднемоторное купе, выпущенное в честь 90-летия команды Scuderia Ferrari. SF90 страдали. Вот вам картиночка. И вот еще одна картиночка. И это первый подзаряжаемый гибрид от Феррари. На 1000 лошадиных сил. Чтобы вы понимали, это модель из среднего ценового сегмента у Феррари. На 1000 лошадиных сил. Неплохо. Вообще неплохо. Сейчас скажешь. У меня больше. Чего лошадиных сил? Лошадей. Продвигатель. Это тот же самый 3,9 литровый V8, который уже неоднократно получал титул двигатель года. Только он расточен до 4 литров и теперь он выдает, как мне подсказывает сценарий, 780 сил и 800 ньютон метров крутящего момента. А ты признавался двигателем года когда-нибудь? В паре с ним работает 3 электродвижка. Значит, 2 на передней оси и 1 сзади помогает ДВС. В сумме все эти движки выдают 220 лошадиных сил. В итоге, как я уже сказал, 1000 лошадиных сил во всей машине. Не фигово так, да? Нормально. 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 А ты тут? На месте. Да. И сейчас немножечко интересных фактов от метютки. В общем, у коробки передач этой феры нету, как это ни странно, задней передачи. Нету задней передачи в коробке передачи. Ее роль выполняют вот те вот 2 электродвижка на передней оси, о которых я вам рассказывал. И это все приводится в движение какой-то там очень умной дофига электроникой. Ну и как бы, когда Феррари это движется задом, она переднеприводная электричка. Электрическая Феррари. Неплохо. Помимо этого, она может ехать вот чисто на переднем своем электрическом приводе до 135 км в час. И все это может продолжаться около 25 км. Про салон. Здесь все красиво, лаконично, эти самые карбоновые ковши, кожа, рожа. И, внимание, 16-дюймовая виртуальная панель приборов. Кто-то наверняка пришел в Феррари и сказал, что на двери 2019 год и они замутили вот виртуальную панель приборов. И, внимание, сенсорные кнопки на руле и сенсорный блок управления климат-контролем. Что скажешь? В Майнкрафт удобно играть. Очень. Алды тут. Вот здесь ссылочка в подсказочке на, по-моему, четвертый эпизод Палочники Шоу. Там мы уже рассказывали немножко про такие нововидные вещи. Когда мы еще были Палочниками? Когда-то давно. И это действительно крутой современный спорткар. Суперкар. Еще не гиперкар, но все же на 1000 лошадиных сил, который, кстати, едет 2,5 секунды до сотки. И максималка у него 340 км в час. Тут уже даже и Bugatti Charon напряжется со своими 2,4 до 100. Но все же при нем максималка 460 км в час. Еще не доказанное, но 460 км в час. Он просто знает. Да. А стоить SF90 Stradale будет около 400-500 тысяч евро. А у меня таких денег нет. Поэтому я себе не куплю SF90 Stradale. А у меня есть. Ты же помнишь, что я с тобой сделаю. Наша любимая компания из Поднебесной, которая делает либо совсем уж бюджетные гаджеты для бомжей, либо вертайснутую фигню, представили свой бюджетный Redmi Book 14. А вот и нифига. Потому что его максимальная комплектация с i7 и 512 гигабайтами SSD стоит, внимание, 725 долларов. Я сейчас не могу сказать привет серии, сколько это 725 долларов гривнах, потому что, во-первых, здесь нету привет серии, у которых она купает. Но за кадром я сказал окей, гугл. И оно сказало, что это 20 тысяч гривен. И у меня включился окей, гугл. Пишите в комменты, у кого тоже включился окей, гугл. Почему-то Redmi Book 14 сравнивают с MacBook Air. И я не понимаю, почему. Потому что это два гаджета абсолютно из разных миров. Первый и ценовых категорий. Это тоже надо учесть. MacBook создан для вот таких вот мужиков, знаешь, которые живут в лофте где-то в центре какого-нибудь голландского городка. На фоне кирпичной стены. Да. Монтируют видосики. Иначе от фоточки. Видосики не потянет, фоточки может. 480p на 10 секунд, думаю, потянет. А есть из горки. Алды тут? Да-да-да-да. Алды тут, надеюсь. Алды. Гов-комменты и отписывайте. Вы тут или вы не тут. Также Redmi Book 14 говно, потому что там нет USB-C. Как бы я сильно его не храл, но это падло удобное. Особенно для зарядки. В данный момент в нашей уютной студии находится минимум 6 разъемов USB-C. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эх, семь, шесть, десять, я не посчитал, которые у нас на полке. Я не понимаю. Redmi Book 14 весит полтора килограмма и стоит 20 тысяч. Нормальный пользователь Xiaomi, владелец типичной Xiaomi, докинул бы 10 тысяч, купил бы себе Xiaomi Notebook Pro на i7. 16 гигабайт оперативы 256 SSD и MX-150, который весит 1,9 килограмма. И жил бы прибиваючи. Прошка же ведь на 15 дюймов. Хоть и было. И, блин, десяточка за такие нормальные... Даже не десяточка. Из звезды, где искать, то это шестерочка-семерочка. Ссылка на e-каталог. Видео не содержат рекламной интеграции. Не содержат. Вы удивитесь, но Redmi Book 14 сосёт даже в плане экрана. Он имеет какой-то сраный Full HD. У меня в телефоне Full HD экран. В общем, дети, покупайте Xiaomi Notebook Pro и живите счастливо. До свидания. А вообще-то покупайте. Не покупайте. Боус показали замену своим морально устаревшим Боус QC35. Называется новая модель, как мне подсказывает сценарий. НОЙС КЕНСЕЛИН ХЕТФОН СЕВЕН ХОНДРОЙ. Шумодав обещают круче, чем в Bose QC35, а вот эти вот новые наушники живут без подзарядки 20 часов, заряжаются по нашему любимому USB Type-C. Ну а если уж вы умудрились их разродить, то можете подключить по 3-5 миниджека к своему телефону, но вам понадобится переходник в большинстве случаев, потому что миниджек уже выпилили все, кроме Самсунга. Даже в новом OnePlus нету миниджека. Но люди учатся на своих ошибках, и когда я срал телефоны без миниджека, я перешел на беспроводные наушники. И миниджек не нужен, до свидания. Я еще не договорил. А сейчас хочу поговорить про дизайн. Вот вам сравнительная картинка QC35 и вот этих вот новых наушников. И новых выглядят намного круче и современнее. Физические кнопки исчезли, а появились всякие вот эти вот сенсорные истории, типа жесты, там тапы и все дела. Имеется прикольная фишка, связанная как раз с сенсорным управлением. Типа вы такие идете, значит, себе по улице. К вам подходит какой-то ашот на улице и говорит, эй, брат, что-то там хочет тебе сказать. Ты, значит, такой берешь, накрываешь ладонью один наушник. И у тебя включается так называемый transparency mode. Типа такой, значит, включаются внешние микрофоны. И транслирует тебе звук с улицы прямо тебе вот, значит, вот в уши. И ты такой все слышишь и кайфуешь от жизни. Говоришь о что-то такое. Пошел в жопу! И уходишь. Ну и в связи с новым дизайном, они больше не складные. Можно повернуть только вот эти вот чашки наушников на 90 градусов, чтобы сложить их себе удобно в кейс, который, кстати, выглядит на чертежах вот так вот. И стоить эти новые наушники, я забыл, как они называются, noise cancelling headphone 700, они будут стоить 400 баксов. Окей, Google. Ха, ну скажи, окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. 400 долларов в гривне. 10 800 гривен они будут стоить. Но что? Что? Я фанат Бенга Олафсона, поэтому я сейхнику. А я фанат Джабры. China Railway Rolling Stock представили самый быстрый поезд на Земле, где, как таковых, нету даже колес. Вот путь, а вот поезд. И между ними воздушная подушка. Торможение, разгон происходит при помощи аэродинамического сопротивления. Поэтому этот поезд разгоняется плавно и быстро и тормозит точно так же. Максималочка 600 километров в час. От Пекина до Шанхая при перелете на самолете 4,5 часа, а при скоростном поезде 5 часов. Этот поезд доезжает за 3,5 часа. Как тебе? Такое Илон Маск. Наверное, от Киева до Чернигова на таком поезде доезжаешь за 7 минут. И то с остановкой на пописать. Хотя, мне кажется, в таком поезде унитаз должен быть встроен в кресло. Кстати, вот вам фоточка салона. Правда напоминает диван из вашей старой хаты? Или ковер, висящий у вас на стене. Эксплуатацию данного Маклева хотят начать в 2021 году. То есть совсем скоро. Чувак, что такое Маклев? Походу, скоростной поезд. Вот сейчас здесь будет сносочка, что такое Маклев. А теперь перейдем к самой, блин, шокирующей новости этой недели. Помните, когда-то, когда-то, по-моему, я не помню, где здесь будет подсказочка на тот выпуск. В общем, мы рассказывали про слухи относительно того, что Apple покажет, тогда 25 марта еще. И они показали там много чего разного. Тоже смотрите в наших старых видосах. И мы пророчили, что они покажут iPod Touch 7 поколения. И... Они его показали. Черт возьми, они его показали! Нахрена он нужен? Минимальная комплектация стоит 200 баксов. Из того, что они обновили, это процессор. Все. Они не обновили дизайн, Touch ID не завезли. Экран тот же самый дурной, 4 дюйма. И, блин! И все так же по нему нельзя звонить. Ну, блин! Никто не звонит. Мобильного интернета нет. Хотя они это, как бы, позиционируют, как какое-то, типа, мультимедийное устройство. Входной билет в мир iOS. Но, нифига, это iPhone съев входной мир. Входной мир в билет iOS. Входной билет в мир iOS. И, бра, шо вам сказать? Покупайте iPhone SE или 7 Plus. Семерочка, щас. Во, вот такой телефон в 2019 году. А лучше вам Plus 5T? 7. Pro. Pro дорогой. 650. Блин, почти, слышишь, почти Redmi Book. Кстати, господа. Вот мы тут, значит, про Apple сейчас рассказывали. И 3 июня у нас WWDC 2019, собственно говоря. И я вам это все, что покажет, расскажу. Где-то часиков в 10 вечера забегайте на канал. И Гришокера не будет, потому что он улетает на отдых без меня. Обезьяна, блин. В общем, да, вот такое небольшое объявление было. Жду всех. Сейчас щелчка не было, ну ладно. У меня был. В общем, финалимся. С вами были Мышь Ньюз на канале Мышь Продакшн. Метютка, Гришутка работали для вас. И с вас лайк, подписка, хороший коммент. Наш инстаграм, естественно, по ссылкам в описании. Переходите, выкладываем годные фоточки почти каждый день. Я каждый день, он почти каждый день. И наверняка вы задались вопросом. Какого хрена мы поставили телефон на зарядку в начале видоса? Сколько у нас сейчас процентов? Учитывая весь исходник на 20 с лишним минут, на телефоне сейчас 67%. Было 51%, а значит 16% зарядилось. И вам того же желаем, чтобы после просмотра нашего выпуска у вас оставались только хорошие впечатления, поднималось настроение и заряд телефона на 16%. Гениально. В общем, до встречи через неделю и множество интересного контента грядет. Встретимся здесь, на YouTube. Встретимся здесь, на YouTube.